Кто такой? Здравствуйте. Здравствуйте. Почему Вы не предупредили, что заходить будете? Да, я не предупредил. Но Вы сейчас еще не слышите, что я сказал? Слышу, слышу. Ну тогда подождите тут маленько, подготовлюсь. Я тоже свет включу. Вам видно, нет? Осень. Вам видно меня? Видно осень. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Я согласен. Согласен. Так, кто Вы, откуда назовитесь? Я Денис. Так, я не понял. Вы фамилия, имя назовите и откуда Вы звоните? Город. Я Датский Денис Юрьевич. Город Броницы. Московская область. Москва. Так. Ну хорошо. Что у Вас? Геннадий Юрьевич, я хотел Вас спросить. Вот знаете. Можно вопрос задать? Да, я жду. Вот такой вопрос. Посмотрите. Я попал недавно в аварию, да? На автомобиле. Ну на машине. И время остановилось. Понимаете? Вот время остановилось. Это возможно? Знаете, я не совсем расслышал, как сейчас минутку прикрою. Тут что-то сильно светит. Так. Что за авария-то была? На машине? Да, на машине. И что случилось? То есть я ехал на машине. Очнулся прям. Остановилось время. Время. Как будто бы время остановилось. Ну как я объяснить, не знаю. Остановилось время. Автомобили. Прям вот столько неясных. То есть авария как... Неясные слова прямо это так. Поближе, наверное, микрофон как-то к микрофону склонитесь, чтобы лучше было слышно. Сейчас я не знаю. Слова как-то все это стираются. Так, еще раз скажите, что было? Попал в аварию. Понял. Все медленно замедлилось. Все медленно происходило. То есть, возможно, это Бог помог или кто? Ну, как сказать. Это... Я не был там. Как я могу сказать-то? Ну, жизнь наша в руке Божией. Господь усматривает что-то. Я попадал в аварию. Все-то. Первым делом мы стали Бога благодарить. Машина опрокинулась. И мы завалены были там с грузом. И остались живые все. Богу было угодно, да? По идее... Время замедлилось. Вот, время замедлилось. Вот темнело. Прямо остановилось время. А вопрос о чем она заключается? что вас что-то волнует что да это бог я вам ответил что жизнь в руке божией как евреи говорят в узел у него завязано и без воли божией волос головы не упадет тем более жизнь ну да я здесь можно вопрос последний задать ну говорите только не торопитесь что-то невнятно так этой четко слова произносите здесь просто что-то у меня интернет у меня такой плохой как вот скажите подскажите пожалуйста вот как поверите в бога очень хочу брать богу на слез на слез вы совсем не верующий нет очень верующий очень верующий у меня иконы могу показать но если буду камеру а у вас библия есть можно показать вам можно покажите покажите святую библию вот смотрите вот новый завет я не знаю говорит что он синодальный перевод вроде на дальний перевод это верно это братья гедеона выпускают если написано синодальный перевод это истинное настоящее самый правильный перевод это протестанты я знаю хорошо на полная библия они 11 книг выбрасывает а тут все новый завет они признают дивиева но откройте где-нибудь прочтите несколько предложений хотя бы 2 я сразу скажу в любом месте да имея власть отдать ее и власть имея опять принять ее сию заповедь получил я от отца моего глава 18 на учиться глава 18 а ты она все это непонятно ну-ка еще дальше прочитайте дальше тут не видно ничего дальше от этих слов опять произошла распря в народе и уйдем распря до ну и дальше многие из них говорили он одержим бесом и безум и безумствует что слушать его другие говорили это слова небесноватого может без отрезвлять отчисли бы настал же это нормально это синодальный перевод синодальный это правильный но так вопрос сейчас у вас в чем вот как веру принять вот веру именно мира у вас и вы где живете так у вас там семья или вы одинокий я живу поселок ну да московская область город брониц с вами кто-то живет вместе или нет жена делом там это все влияет так а вы когда последний раз в храм ходили честно года два назад но как же так а сейчас великий пост идет вы знаете это знаю я смотрю очень смотрел а вы его соблюдаете чтобы с коронной не есть нет я не мясо а выпиваете когда последний раз выпивали спиртное когда последний раз так вот течение последние недели семи дней вы в рот не брали ни грамма спиртного 7 дней нет нет конечно а вы когда в аварию попали у вас что повредилась рука вот нос вот нос вот так криво стал я только единственное время остановилось мне прям установил за и заметил что время остановилось видите вами руководить трудно уже вам сколько лет 38 сколько 38 как это 38 до ну так а в чё ж вы в храм то не сходите то сейчас храм открыт каждый день тем более живете там московской области выпадите в храм во время поста сейчас до пасхи ничего скоромного не ешьте и полный пот сделайте не пить и есть хотя бы дня два вас маленько начнется протрезвление в голове и тогда вы молитесь поститесь и господь вам покажет согласно евангелие его а можно икону показать свою это нормально лет можно показать а что показать икона не надо я не привязан к этому икона есть икона не спасает но если мы православно то она нам не помешает док вот вы можете пойти в храм сегодня вот вы познакомьтесь поближе с батюшкой со священником и расскажите ему все как есть и сами начинайте молиться и господь будет вам открывать истину меняйте жизнь решительно предполагайте что вы сегодня умрете последний день живете вы точно вы знали наверное по-другому стали что-то делать да нет в принципе нет но целая вечность вечность и за не за эту жизнь придется нам отвечать ну как же нет явно дело что человек как-то прощение у кого-то просит а у кого вы может были разведенные попросить прощение примириться чтобы молитва была услышана икона 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 можно вопрос задать да вы уже задаете вот смотрите это же может бог иисус 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 наш отец он может через других людей действовать через других людей воздействовать может же да я не пойму что может бог потихоньку как-то невнятно но интернет такой плохой ну бог все может он не может только отрежься сам себя и солгать не может у меня просто была ситуация что вот бог мне помогал что просто полагал прям вот я понял я вас понял вам тяжело нет хорошо все у вас кто-то родные там есть близкие братья там сестры чтобы как-то с вами были есть есть да есть сестра есть родная она верующая сестра нет скажу честно это другой разговор так вот вы сегодня пойдете узнаете там позвоните или как то просто придите в храм милостыню творите у вас какой-то достаток есть вы получаете какую-то зарплату или что я работаю в интернете как говорится юрист юрист вы неплохо зарабатываете очень мало а я знаю юристы они хорошо зарабатывают ну а как вы на нас вы на меня выше то как вы выше то чего вы вдруг решили позвонить честно я с 2013 года смотрю ваши ролики сколько времени смотрите 2013 года так я вам и не нужен совсем почему ролика больше десяти тысяч поэтому на все вопросы ответ тем более на сайте я вам в конце скину наши ресурсы на сайте там 50 книг аудио мной насчитано вам это удобно будет включил дома там на кухне возишься а звучать будет библия святая вы знаете я вас сейчас услышал меня на душе хорошо рецепт рецепт 1 вы начинаете прямо конкретно сейчас сразу помолитесь богу помолитесь потом храм пойдите а как скажи господи погибаю спаси меня как петр утопающий господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного вывод это знаете что я покажу вам смотрите это что такое вот смотрите на на меня посмотрите четки четки вот это когда щетки если ты молишься то 100 сотни со называют у вас все щетка в голове будет не меньше семи раз в день становиться на молитву три святое и по четкам а дальше своими словами скажи чего ты хочешь поблагодарить бога что он тебя сохранил прославь святую троицу середиками не встречайся там сразу в один день тебя спасут а на самом деле у тебя толкнут еще ниже вот никуда православной церкви ни шагу я иначе а подскажите пожалуйста вот а как вот я хочу бога почувствовать вот как как это делать я вам сказал уже повторяю еще раз вы сегодня старайтесь не пить и есть уделитесь денег какие есть подать нищим нуждающимся милости не подавать милости не спасает человека от смерти вот как высоко высоко она ценится но и далее молитва молитвы от возьмите у мусульман у них пять раз пять раз намаз но вы сделайте семь раз на молитву по сто поклонам земные поклоны головой до земли коленями и руками господи владыка живота моего чтобы отсюда все это молитва ефрема сирина но а главное что ходите в храм каждый день у вас если время свободное есть а если времени нет тогда сами как-то распределите время ночью становитесь на молитву вы богу доверьтесь у бога он богатый да и скажи господи хорошо что со мной это случилось вот и оставил меня живым слава тебе поблагодарю бога ангела-хранителя который защитил тебя от смерти вы сейчас чем недовольны то вы знаете у меня что-то в душе я вижу в душе а вот постарайтесь быть настоящим христианином больше никогда не брейте бороду в руки бритвы не берите даже выбрать ее учет и как женщина для чего это нужно можно сказать вы на икона посмотрите где у вас горки иконы то там мужчины все с бородами безбородых то нету это грех блудная ересь называется блудодейная блин я встречаюсь и дать с удовольствием я отращивал морды пытался знаете у нас в общине есть юрист юрист он закончат красным дипломом и работал в краевой прокуратуре по особо важным государственным преступлением и он с бородой так что это не препятствует и не запрещается в принципе то согласен с вами вот вы начните с малого пост молитва бороду не трошки бритву выброси чтоб не не обращаться вы курите курю честно вот это вам не бросить обороте уста курящего демонская кодильница для демона кодит сатана сатане кодят его кроштадский сказал вот и поэтому так если вы будете курить больше ко мне не заходите пока не бросить курить потому что вы в дыму находитесь и поэтому я слова говорю вы примете давайте прям конкретно что время зря не терять сегодня сейчас кончим говорить вы сразу выброси это там изорвите и выброси она не нужна иначе будет человека была труба выхлопная на голове человек курящий это смердящий труп это наркотик да как даже чай наркотик ну в принципе да ну ладно тогда на этом разговор заканчиваем у вас больше ничего последний просьба последний просьбе а вы можете выложить меня в интернет я не пойму еще должен сказать можете выложить меня в интернет вы выложите это выложу в интернете будет сегодня же стоять спасибо и вы на себя посмотрите внутри и скажешь сколько раз я его обманул да да вот так скажешь как я вот старика обдурил а он мне поверил спасибо ну все только крестись как следует на лоб потом где на пуп руку опусти потом направо вот так а потом точно налево и так за день чтоб крепко был вот а потом поклон только потом поклон так еще раз повторите как вас звать денис денис у меня племянник денис ну давай на этом все до свидания и больше ко мне не заходите пока был без бороды как борода вырастет мои данные у вас есть не прикасайся к бритве у меня время и пока не бросишь курить на табакура у меня время нету мне 78 я на 40 лет старше вас знаю но все денисушка давай с богом выключай меня с богом с богом а а а а а а а